Наука и инновации – это механизм развития экономики страны. Под таким названием прошла пресс-конференция для СМИ в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана. Руководство рассказало о деятельности в этом направлении и успешных проектах. Коллектив ВУЗа отметил свой вклад в развитие аграрного сектора и экономики страны. Глава государства заявил, что для реализации всех возможностей в сельском хозяйстве необходимо существенно повысить производительность труда. Поэтому важно развивать сельскохозяйственную науку и внедрять в агропромышленный комплекс современные технологии. В этом направлении работают преподаватели и ученые Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана. В настоящее время успешные проекты отмечаются в области биотехнологий. Благодаря им за короткий период времени можно сделать новые научные открытия как в животноводстве, так и в растениеводстве. Коллектив ВУЗа добился определенных результатов в разных направлениях. По одному анализу мы сегодня можем определить передачу мутационных болезней, генетических болезней от родителей молодняку, его породную принадлежность и определение отцовства. И самое главное, у нас расшифрован код по определению его продуктивных качеств, передаваемых от отца и матери. И это позволяет нам сегодня в одном месячном у молодняка, это определение, позволяет сократить инвестиционный период с 27 месяцев до 1 месяца. Ведется работа по внедрению новых технологий, создаются модульные фермы в местном скотоводстве. Проведением анализов занимаются в различных лабораториях. Племенным заводам предоставляют услуги экспресс-тестирования бычков по продуктивности и качеству потомства. Основные результаты достигаются при реализации научных проектов и научно-технических программ в университете. Заключив договор с хозяйствами, они вместе занимаются научной работой. Крестьянское хозяйство тесно работает с Женгер-Хан университетом, с его профессорами. На сегодняшний день, в 2023 году мы получили патент на КРЭС и на коневодство. Это у нас заман Тора на коневодство и на КРЭС. Это самору. В ходе пресс-конференции руководство университета ответило на вопросы журналистов, которые касались научных проектов. Помимо руководства, участие в ней приняли учёные и владельцы ферм, где селекционная работа велась в научном направлении.